Войсковая часть, к которой мы прибыли, без привлечения является уникальной. Это Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Вместе с его бойцами мы проживем один полноценный день. Ну что ж, приступим. Добрый день. По меткому выражению служивых людей, любая войсковая часть ранним утром напоминает растревоженный муравейник. Ведь перед тем, как приступить к изучению науки «Побеждать», необходимо основательно подготовиться. Один из этапов – утренняя зарядка. В Центре подготовки личного состава ей уделяют особое внимание, ведь в здоровом теле – здоровый дух. Разогревшись, бойцы Центра приступают к работе на перекладине и брусьях. А после столь суровых нагрузок волей-неволей захочешь есть. Вместе с бойцами в столовую отправляемся и мы. Головные уборы снять. Колонну по одному, но по шагам – марш. Как питаются те, кто осваивает военную специальность? Наверное, этот вопрос всегда будет волновать и контрактников, и срочников. В Центре подготовки личного состава с этим не просто все в порядке. Пища калорийная и вкусная. Да еще и приготовлено с любовью. Знакомимся со старшим поваром. Очаровательный ефрейтор Елена Вовк. Для личного состава у нас завтрак начинается в 7 часов. Повара приходят на работу к 5 утра. То есть, чтобы приготовить непосредственно на завтрак. Служить по контракту Елена Вовк пошла, как сама говорит, спонтанно. Мол, очень нравится суровая военная романтика. Но работая поваром в столовой Центра подготовки личного состава успела отличиться. Я выступала за Самарское соединение непосредственно уже в городе Кирове. Там был конкурс. Состоялось трех этапов. Теоретические, практические навыки и знания. Получили мы за Самарское соединение пятое место. А потом уже непосредственно был конкурс служебного мастерства. И тут уже я получила третье место за свое блюдо. Я слышал, что вы еще какие-то сюрпризы для военнослужащих организовываете. Там, я не знаю, Дни национальной кухни. Что-то такое. Расскажите, как эта идея пришла? Командир части непосредственно с зампотылом и со мной старшим поваром, составляя раскладки, мы делаем Дни национальной кухни. Это может быть украинская, азербайджанская какая-то или кавказские кухни. Это зависит от продуктов, которые находятся на складе. То есть, если у нас есть, например, рис, мы делаем азербайджанскую какую-то кухню, что-то острое. Если есть в меню, можно написать щи, то есть украинская кухня, пожалуйста, это может быть тот же щи или борщ с пампушками. По мере возможности мы делаем что-то разнообразное, но все должно быть по рецептуре. В смысле, калорийность изглюдают? Естественно, калорийность, сбалансированность питания – это очень важно. Поэтому особенно в такие дни мы пересчитываем еще раз калорийность на день, чтобы ребята получали довольно-таки много жиров, углеводов и белков. Потому что все-таки у нас физическая работа, физические подготовки и нагрузка идет на физподготовку. Убедившись, что с тыловым обеспечением все нормально, еда не только вкусна, но и калорийна, отправляемся в штаб. Нет, не военную тайну выведывать, а узнать, чем же уникальна эта воинская часть Росгвардии. Это подготовка личного состава для войск национальной гвардии. Мы готовим младших командиров, командиров отделений для специально материзованных воинских частей, для частей оперативного назначения. И также готовим старшин подразделений. Также здесь проходит курс обучения военнослужащие, вновь принятый на контракт. То есть воинские части Приволжского округа, в которые были призваны военнослужащие по контракту, они должны пройти первичную подготовку. И после этого они убывают свои же воинские части и там продолжают службу. Те, кто служил, помнят, раньше такие части назывались учебками. Центры вроде войсковой части 66-22 имеют значительно более широкие возможности по направлениям подготовки различных специалистов и оснащению. В ближайшее время здесь начнут готовить и специалистов для вновь вошедших в Росгвардию подразделений ОМОН в неведомственной охране, для чего разрабатываются новые программы обучения. А сейчас курс обучения длится 24 дня. За это время призывники учатся, а контрактники осваивают новую специальность и освежают в памяти знания уставов, навыков строевой подготовки. Ну и, разумеется, изучают специфические предметы, которые понадобятся им для выполнения задач по охране правопорядка на улице. Изучение этих дисциплин начинается сразу после развода, одного из неотъемлемых ритуалов воинской службы. Для чего нужны, спросит неподготовленный и неслуживший гражданский, все эти барабаны, флаги, строевые приемы, умение ходить ногу. Есть такой термин – воинская дисциплина. Она не только воспитывает в бойцах навык выполнения команд, но и прививает им чувство локтя. Умение работать, словно часовой механизм, четко и слажено. Когда понимаешь все это, ритуал ежедневного развода воспринимается совсем по-другому. Центр, ровняйсь. Смирная торжественному маршу. Поротно. Управление прямо, остальные направо. Вон! Дистанция 20 метров, ранее направо, шагом. Марш! Вместе с бойцами центра мы перемещаемся к месту проведения занятий по тактико-специальной подготовке. Справа от меня шеренга бойцов, которых готовят к несению патрульно-постовой службы. Сейчас идет занятие, на котором их обучают специфическим навыкам. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Молодые солдаты, словно адепты боевых искусств, многократно повторяют одни и те же движения. И так, изо дня в день, чтобы довести навыки до автоматизма. При этом отрабатывать приходится далеко не единственное упражнение. Аручники надеть. Четыре секунды и возможность сопротивляться злоумышленник лишен. Так что шутить на улице с представителями Росгвардии не стоит. И уж тем более нарушать общественный порядок. Как я смог убедиться, себе дороже. А рядом тренируются те, кто готовится нести службу в частях оперативного назначения Росгвардии. У них своя специфика. Назначаю ориентиры. Разрушенное здание. Ориентир 1. 300 метров. Ориентир 2. Дом лесника. 350 метров. Ориентир 3. Водонапорная башня. 400 метров. Ваша задача нанести ориентиры на карточку наблюдателя. Зафиксировать всю данную обстановку. Своевременно докладывать старшему начальнику, то есть мне, об изменении обстановки. Решив побывать в шкуре, точнее бронежилете бойца Росгвардии, понимая, что курс тактической огневой подготовки, я начал забывать. Боя! Боя готов! Огонь! Приготовиться к атаке! Есть приготовиться к атаке! Пока молодые бойцы только приступают к изучению основ охраны правопорядка и науки побеждать, опытные бойцы центра убывают на полигон. Заниматься огневой подготовкой и тактическими упражнениями. Полистан! На стрельбище никаких условностей. Все по-настоящему. Прежде чем получить допуск к оружию, Росгвардейцы осваивают секреты точной стрельбы с помощью мелкокалиберных винтовок. А после переходят к более серьезному, штатному вооружению. И оттачивают мастерство на огневом рубеже и тактическом поле. Приготовиться к атаке! Кабэк готов! К атаке готов! К атаку вперед! Герната огонь! Боя! Боя! Но не только войной едины живут бойцы центра. Центр подготовки личного состава – это уникальная войсковая часть. Здесь бойцов учат не только воинской специальности, но и по-настоящему любить свою родину. Мы оказались в библиотеке, чтобы посмотреть, как организован этот процесс. Здравствуйте, Елена Федоровна. Здравствуйте. Елена Федоровна Савичева без преувеличения украшения войсковой части. Добрая, трудолюбивая и целеустремленная женщина, на долю которой выпало немало испытаний. Старший прапорщик Савичева была фельдшером в первую чеченскую кампанию. Раненые бойцы называли ее «мама Лена». Сейчас, уже сняв погоны, Елена Федоровна продолжает жить службой, воспитывая подрастающее поколение патриотами своей страны. Я считаю, что наши воины должны знать, как наш народ и российский народ, российский солдат не жалея ни сил, ни времени, ни своего здоровья, ни себя побеждал. Потому что нет такого, мне кажется, сражения, чтобы наши воины его не выиграли. А выиграли мы за счет мужества, за счет преданности Родине, и за счет того, что мы знаем военное искусство и можем им пользоваться. Занятия, которые проводят с бойцами Елена Федоровна, особые. Ведь одно дело, когда о тяготых лишениях военной службы говорит мужчина, начальник или командир. Совсем другое, когда об этом говорит женщина, сполна испытавшая все это, что называется, на себе. На искусстве, военном и делу нужно учиться. И то, что вы мальчики, я вас всех прошу, призываю, после окончания срочной службы приходить к нам на службу в нашу национальную гвардию. Потому что считаю, обязательно считаю, что именно наши войска, самые лучшие войска, потому что, возможно, я очень долго в них служу и служила. И быть на страже порядка, законности, это, поверьте, великая честь. Учебный день в Центре подготовки личного состава пролетает незаметно. Близится время отбоя. Бойцам надо отдохнуть, ведь завтра их ждут не менее интересные занятия, на которых они обязательно узнают что-то новое, необходимое настоящему мужчине и воину. Внимание! Отбой! Спокойной ночи! Субтитры делал DimaTorzok Очередной учебный день в Центре подготовки личного состава завершен. Со своей стороны мы прощаемся с бойцами и желаем им легкой службы. Отбой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok